Венспилские школьники и учащиеся разных стран, которые проходят в Венспилской первой основной школе. Также мы расскажем вам, как обстоят дела на шоссе Кулдыга-Венспилс и по каким причинам там теперь дежурят работники дорожной полиции. Вас также ждут новости культуры. Несмотря на то, что в Венспилсе произошли значительные изменения в управлении свободного порта, что не могло не оказать влияние на бизнес-среду, в городе пока не наблюдалось увеличение числа безработных. Как и в предыдущие годы, в зимний период без работы в Венспилсе оказались около тысячи человек. Этот показатель несколько лучше, чем по стране в целом. Уровень безработицы в Венспилсе на данный момент 4,9%. И это немного ниже, чем в среднем по Курзаме и в среднем по Латвии. Летом число безработных обычно становится меньше, поскольку в это время требуются люди на сезонные работы в различных областях, например, как в строительстве, в туризме, так и в других местах. Число вакансий на данный момент примерно 220. Конечно, летом их больше – где-то 500. И это означает, что в летний период практически каждый соискатель работы может найти себе место работы, если у него, конечно, есть соответствующие работе навыки. На сегодняшний день ищет работников Венспилский рыбоконсервный кабинет, также сварочный завод и другие производственные предприятия, которые ищут сотрудников. Часть из этих вакансий очень хорошо оплачивается. Например, на Форте-Про – это производитель жилых модулей в Венспилсе. Требуются работники, помощники, электрики, сантехники, облицовщики плитки. Ханса Матрикс приглашают на работу операторов процесса. Бухер Муниципал продолжает искать работников. Конечно, не каждый соискатель работы имеет необходимые навыки для того, чтобы начать свою трудовую деятельность на одном из заводов. Но в нашем городе доступны различные варианты для возможности переквалифицирования. Интересующиеся могут обратиться в Государственное агентство занятости, а также в Венспилский техникум, который предлагает различные образовательные программы. Работников не хватает и в учреждениях самоуправления, в школах и детских садах. Нужны педагоги, медсестры и повара. А Северо-Курзумская региональная больница принимает на работу медсестер и санитаров. Также актуальным остается вопрос, как на рынок труда повлияют изменения, произошедшие в работе Венспилского свободного порта и проведение в стране новой административно-территориальной реформы. Что будет с ним, если наш город действительно объединится с краем? За последнее время Государственная полиция получила несколько жалоб, в которых говорится о нарушениях, которые происходят на ремонтируемом участке дороги Венспилскулдыка. Жители населенного пункта Варве отмечают, что водители здесь не соблюдают правила дорожного движения. В основном это происходит, когда на светофоре горит красный запрещающий сигнал. Жители рассказали, что иногда ситуации бывают такие, что им приходится пропускать, по крайней мере, по два зелёных сигнала светофора, и они вынуждены ждать, пока пройдёт колонна машин. Вы знаете, когда закончится ремонт? По-моему, в октябре этого года. А как вам кажется, ремонт проводится качественно? Ну, сейчас об этом трудно судить. Пока ещё ничего не закончено. Не положен асфальт, канавы не зарыты, ничего. В ответ на полученную информацию, Управление по контролю дорожного движения Курзомского региона выехало на этот участок дороги для патрулирования места. В итоге, в течение нескольких часов было выписано более 10 протоколов об административных правонарушениях, и это означает, что жалобы граждан были обоснованными. Изменился порядок, обгонять нельзя, 50 км в час. И что, превышают скорость и обгоняют? Да. Но вы заметили, что полиция стала чаще здесь дежурить? Да, это очень хорошо. Мы это заметили и оценили. Протоколы были в основном выписаны из-за несоблюдения сигнала светофора. Также были зафиксированы такие нарушения, как превышение скорости, агрессивное вождение и неиспользование указателей поворота. Были составлены протоколы на перевозку большего числа пассажиров, чем это было допустимо, на стационарные транспортные средства без технического осмотра и о страховке. Государственная полиция и дальше будет продолжать, насколько это возможно, следить за этим участком дороги, применяя как трафарированные и нетрафарированные машины государственной полиции, а также ведя функцию видеонаблюдения. В Венспилской первой основной школе собрались гости из Европы и венспилские школьники, которые принимают участие в проекте «Эрасмус плюс» – общительные роботы. Школьники и учителя в течение всей этой недели изучают информационные технологии и знакомятся с робототехникой. Каждый день здесь происходят различные мастерские. Всего в проекте принимают участие 34 школьника из Португалии, Испании, Румынии, Польши и Латвии. Иностранные гости знакомятся не только со школой и окружающей средой Латвии, но и с семьями венспилских школьников. Нам нравится. Всё очень здорово. А что самое интересное в этом проекте? Ну, то, что мы делаем с роботами, и то, что их можно программировать, вкладывать, что они должны делать. И у вас появились новые друзья? Да, из других стран. А как родители это приняли, как помогли, поддержали? Они были рады поддержать меня. Они думают, что это отличный путь, чтобы приобрести новых друзей, знания и опыт. У меня появилось на этом проекте много новых друзей. Я участвовала два года тому назад в другом проекте, и это очень круто. Классный опыт. Что для тебя самое трудное в этом проекте? Возможно, это был самый первый день, когда ты ещё никого не знаешь, и тебе хочется поговорить с кем-нибудь, но ты боишься, стесняешься. Как тебе Латвия? Мне нравится. Один мальчик сказал, что ему не нравится, потому что это маленький город. Но мне здесь нравится. Этот проект помогает школьникам лучше узнать друг друга и культуру разных стран, расширяет кругозор и улучшает навыки общения на английском языке. Это большое приобретение и для самих учителей. Директор Венспилской первой основной школы подчёркивает, что, кроме всего прочего, этот проект помогает развивать и новое компетентностное образование. Здесь представлены все компетенции, которые выбраны для следующего учебного года. И эти направления выбраны школами Латвии и системой образования. В первую очередь, эти направления сотрудничества – это прекрасная возможность здесь получить навыки и пообщаться не только с теми друзьями, что живут рядом, но и поработать в команде. И мы прекрасно это видим, кому из детей это удаётся, а кому нет. И мы стараемся направить его на правильный путь и помочь ему. И это такое творческое предпринимательство, поскольку им надо думать, как сконструировать роботов. У нас занятия, посвящённые кибербезопасности, и были подготовлены нашей школой всякие задания. Каждый из этих детей представляет свою страну, свой город. И мы с большой гордостью рассказывали о Латвии. И потом проверяем, что иностранные школьники запомнили из того, что мы рассказывали им. На сегодняшний день в ведении Венспилской основной первой школы есть 10 новых роботов, приобретённых за счёт финансирования проекта. И в будущем эти роботы помогут развивать навыки ещё большего числа учащихся и будут использоваться в повседневном учебном процессе школы. Планируется, что школа для учащихся также закупит и планшеты, которые можно будет подключить к роботам. Школьники вместе с учителями не только участвуют в различных мастерских, но и исследуют окружающую среду и изучают Латвию. По моему мнению, этот проект очень нужен школьникам. И кроме этого, они посещают и много прекрасных мест здесь, в Латвии. Мы были в Риге, в Кулдыге, мы были в замке здесь, в Венспилсе. И, конечно, Венспилс у нас на первом месте. И всем очень нравится Латвия. Школьники на протяжении всего времени проекта будут посещать каждую из стран-участниц, участвующих в проекте. Планируется, что уже весной школьники все встретятся в Польше, где роботов нужно будет научить разговаривать. В проекте принимают участие школьники 12-13 лет, поэтому молодых людей знакомят и с актуальными на сегодняшний день темами, такими как преступления в интернет-среде и с другими видами киберпреступности. Завершился конкурс «Ищем свою картину», организованный Венспилским комбинатом благоустройства, в котором приняли участие городские дошкольные учреждения. И стали известны его победители, которых выбрали члены жюри конкурса и венспилсчане. В конце прошлого года венспилский комбинат благоустройства пригласил принять участие в конкурсе «Ищем свою картину» дошкольные учреждения города и их маленьких воспитанников. Темой конкурса – картина, которую нужно было изготовить из различных бывших в употреблении упаковочных и природных материалов, а на ней отразить заботу об окружающей среде, сохранении природных ресурсов и экологически безопасное поведение. В итоге, благодаря конкурсу, появились 12 уникальных картин, выполненных самыми маленькими жителями из детских садов Венспилса. В Венспилской главной библиотеке каждый мог проголосовать за свою любимую картину. Картинам было отдано 472 голоса. Победила в конкурсе по оценкам жюри картина «Помогите», которую создали воспитанники детского сада «Звездочка». Комбинат благоустройства обещает, что и в этом году обязательно проведет такой конкурс. 25 февраля состоялась церемония вручения Большой музыкальной премии за 2019 год. Церемония главных наград года в области музыки проходила в Латвийской национальной опере и балете. Приз в номинации «Концерт года» получила органистка Ивета Абкална за сольный концерт, который прошел в Венспилсе 27 июля в дни официального открытия концертного зала «Латвия» из здания Венспилской музыкальной школы. Большой музыкальный приз – это высшая государственная награда Латвии в области музыки. Приз был учрежден в 1993 году по инициативе тогдашнего министра культуры Раймонда Паулса. В Венспилском техникуме с 24 февраля по 31 марта проходит фотовыставка, организованная Венспилским туристическим информационным центром, на которой представлены 40 лучших работ Венспилского фотоконкурса 2019 года. В ноябре прошлого года эта выставка была открыта в театральном доме Юросварты. Уже 16-й год Венспилский туристический информационный центр организует этот конкурс, и в 2019 году в нем приняли участие 15 авторов, и были выбраны 40 лучших фотографий нашего города. Авторами лучших фоторабот стали не только люди с профессиональным опытом фотографий, но и те, кто любит Венспилск, и кто в свободное от работы время с удовольствием фотографирует самые красивые виды нашего города. Фотовыставка находится на втором этаже Венспилского техникума, и открыта она будет до конца марта. Посмотреть фотоработы можно в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8 часов утра до 5 часов вечера. Вход на выставку бесплатный. На этом я заканчиваю нашу программу и прощаюсь с вами до завтра. 1 марта в 12 часов дня в Приморском музее под открытым небом пройдет традиционное народное гуляние «Масленица». Посетителей праздника ожидают песни, танцы, веселые народные игры и хороводы, а также интерактивные игры и конкурсы со зрителями. В программе примут участие венспилские коллективы исполнители, а в гости на праздник приедет вокальный ансамбль «Душичка» из Риги. Вход платный – евро 40 для школьников, 60 центов для пенсионеров, а семейный билет будет стоить 2 евро 80 центов. От праздник масленицу вместе! КАС КАН ПИЛСЭТА ТИЛТИ СЛЕЖД ЦЕЛИ ДЕБИСС КРАПЧИ 29. февруарий Венспилей Конcertзалей Латвии ЛИКМА 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 ГАДАМС АмерикАНИ ПЕРКУСИОНИСТУ У КОНПОНИСТА ИЛАЯ КЕШЛЕРА КОНЦЕРТС ТА ИЕВДА ПРОЕКТА ЭХО МИНИМАЛЬ ГИТАРАС СОЛО ПЕРФОРОМАНСИ ВАИРАК УЗИНИ Конcertзалей Латвии МАЙАСЛАПА БИЛЕЦ МЕКЛЕ БИЛЕЦ ПАРАДИЗЕ АТБАЛСТА ВАЛСТС КУЛТУРА КАПИТАЛА ФОНС У ВЕНСПИЛС ПИЛСАТС ПАШВАЛДИБА